Медиаменеджера Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Судили по самой распространенной Федерации статье в фейке российской армии. Поводом стал пост в Инстаграме о расстреле российскими военными мирных жителей в Буче и интервью в Ютуб. Российский Искандер ударил по Краматорску и убил минимум 10 мирных жителей. Что это? По каким законам будет караться? И каким судом? В происходящем нет логики, поэтому давайте не будем делать вид. Суды ничего не решают, законы ничего не значат, а меня тут вообще нет. Илья Красильщик, бывший издатель «Медузы» в Фейсбук. Фейки и дискредитация российской армии остаются самыми популярными уголовными статьями в России. Нет такого высказывания, которое не подпадало бы под эту статью о дискредитации. 24 февраля, когда начались большие антивоенные протесты, и вот вообще эта статья была принята после 8 дней, после начала антивоенного протеста. И, конечно, ее начали применять против людей, которые именно выходили на митинги. Но потом, видимо, первоприимители поняли, что они могут использовать эту статью, как они захотят. За фейки об армии Федерации заочно осудили бывшего дирижера авиатской филармонии Прохора Протасова. Пять лет колонии ему дали за сообщение об убийствах российской армии украинцев. Завели уголовное дело в России и против кинопродюсера Александра Роднянского. Арестовали за правду о войне. Называл все своими словами, а не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну войной, военные преступления военными преступлениями, агрессию России, агрессией России. Никаких СВО, нападения НАТО, спасения русских. Александр Роднянский, кинопродюсер в Телеграм. За так называемые фейки и дискредитацию российской армии активно выписывают штрафы. Причем суммы постоянно растут. Блогера из Ёж-Королы Андрея Филиппова штрафовали на 1,8 млн рублей из антивоенного ролика на его канале в Ютубе. Друзья, просто смотрите на все шире. Одна точка зрения, особенно из этого зомбоящика, никогда не является единственной. Много точек зрения. Смотрите и украинское телевидение. Под контролем силовиков федерации не только посты в социальных сетях, но и молитвы. Недавно сенот Константинопольской церкви восстановил в сане священника Иоанна Коваля. Ранее РПЦ лишила его сана за то, что он помолился за мир вместо победы. Юлия Грановская для телеканала Фридом.